Здравствуйте! В эфире новости АТН. В студии работает Мария Парсенкова. И вначале коротко о главном. Мы считаем, что она может в дальнейшем выполнять аналогичный злочин. Оставить в СИЗО или отпустить под домашний арест. Сегодня суд рассмотрел апелляционную жалобу о мере пресечения в отношении матери, бросившейся под поезд в метро с двумя детьми. Посадовая особа, если будет доведена, значит он сядет на лаву подсудных, но будет обязательно принято решение о избавлении его военного звания. Три года с конфискацией имущества за 3000 гривен. Сотрудника военкомата Дергачевского района поймали на взятки. Я стресс. У меня стресс. Я пишу пока пояснение. Я не могу. На проспекте Гагарина Тойота патрульной полиции въехала в Ниссан. Кто виноват в ДТП? Теперь подробности. В камере СИЗО или дома под арестом? Сегодня служители Фемиды рассматривали апелляционную жалобу представителя защиты женщины, бросившейся под поезд с двумя детьми. Адвокат уверен, его подзащитная нуждается в более мягкой мере пресечения. Вопрос об изменении меры пресечения 34-летней харьковчанки, пытавшейся покончить жизнь самоубийством в Харьковском метро, рассматривается без камер. Об этом просят обе стороны, защищая интересы детей подозреваемой. На рельсах женщина оказалась 11 мая. Около двух часов дня она спрыгнула с платформы станции метро 23 августа в тот момент, когда из тоннеля показался поезд. За руки она крепко держала двух своих дочерей из 6 и 10 лет. Страшный прыжок зафиксировали камеры видеонаблюдения. Все трое в живых остались лишь чудом. Прокуратурой в отношении матери было открыто уголовное производство по статье «Покушение на умышленное убийство». Суд решил взять ее под стражу. Сегодня это решение в апелляционном суде пытается оспорить защита. Адвокат уверяет, его подзащитная нуждается в более мягкой форме меры пресечения. Человек действительно болен. Психическая болезнь, психическое расстройство и в условиях СИЗО ей надлежащего лечения вряд ли смогут оказать. Домашний арест, на который адвокат просит сменить содержание в СИЗО, не лучший вариант, уверены представители обвинения. Говорят, учитывая большой срок предусмотренных санкций, вменяемой ей статьи от 10 до 15 лет, Харьковченко может скрываться от следствия. Есть и другие, более серьезные риски. Первая доведка от очередного лекаря, который сказал, что она небезопасна для себя и оточивающих. Мы считаем, что и риски, что она может в дальнейшем выполнять аналогичные злочины. Кроме того, дети находятся в ней на отримании и мешают с ней одной семьей. Поэтому мы считаем, что она может вплывать на своих малолетних детей. Выслушав обе стороны, суд оставил неудавшуюся самоубийцу под стражей. По крайней мере, до результатов психиатрической амбулаторной экспертизы, которая идет на данный момент. Оксана Нечапаренко, Александр Параценко, Агентство телевидения новости. На Харьковщине погорел на взятке сотрудник одного из районных военкоматов. Мужчина был задержан во время получения трех тысяч гривен. По информации СБУ, такие вознаграждения он мог получать систематически. Подробности выясняла Лариса Говина. Три года с конфискацией имущества из-за трех тысяч гривен. Такое максимальное наказание грозит сотруднику военного комиссариата Дергачевского района за получение взятки. По информации Пресс-службы управления СБУ в Харьковской области, мужчина был задержан работниками СБУ и военной прокуратуры на горячем во время передачи денег. До Дергачевского районного комиссариата звернулся громадянин. В связи с изменением места проживания должна быть отбудеться реестрация в войсковом квитке. Он звернулся до соответствующей посадовой особи районного комиссариата. И эта посадовая особа районного комиссариата пообещала вырешить данное питание за певную сумму в размере три тысячи гривен. Во время обыска в служебном кабинете, сообщают в СБУ, оперативники изъяли паспорта граждан Украины, военные билеты, трудовые книжки и другие личные документы. По данным СБУ, капитан требовал деньги систематически за оформление военных билетов и документов на прописку или выписку по месту проживания. Задержанному объявлено о подозрении по статье «Получение неправомерной выгоды Уголовного кодекса Украины». Сейчас, рассказывает в областном военкомате, ими также начато служебное расследование. Будет ли отстранен от должности подозреваемый, решат после избрания ему судом меры пресечения. «Посадовая особа, если будет доведена, значит он сяде на лаву подсудных, но будет обовязково принять решение о позбавлении его військового звания, а районный військовый комиссар будет понижен в посаде и отправлен для подальшего проходжения військовой частины. То есть решения начальника генерального штаба, командующего оперативного командования «Схид» Кроме того, подчеркивает Андрей Семенович, сегодня начинает работу горячая линия областного военкомата, по которой анонимно можно сообщить о коррупционерах. Лариса Говина, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Очередное ДТП с участием патрульной полиции. На проспекте Гагарина Toyota Prius столкнулась с Ниссаном. Пострадавших нет, кто прав, кто виноват, разбираются. Аварийный перекресток, проспект Гагарина, улица Молочная. Сегодня днем здесь не разминулись автомобиль патрульной полиции Toyota Prius и Nissan Qashqai. Оба автомобиля двигались в одном направлении, от автовокзала в сторону улицы Одесской. Водитель Ниссана говорит, что перед перекрестком начала притормаживать, так как вот-вот должен был переключиться сигнал светофора. Я уже поняла, что я не успеваю. Скорость у меня была небольшая, еще 4 километра, в 3 тут нет большой скорости, потому что пробки. И я уже начала тормозить перед светофором, и на одну секунду, я понимаю, что будет желтый и красный, и я остановилась на светофоре. И когда я встала на светофоре, через какой-то, ну я не знаю, сколько это было, я услышала, включилась мигалка, и у меня ударили в зад. Они хотели выехать, я поняла, с левого ряда. От удара Ниссан развернула. Патрульный автомобиль остановился посреди перекрестка. Я в стресс, у меня стресс. Я пишу пока пояснение, я не могу. Скажите, а вы ехали с включенной звуковой сигналом? Да, я подал звуковой сигнал, был включен красный проблесковый мочок за метров 15-20 до перекрестка. Ниссан Кашкани надолго. Мы будем стареть камеры, будем как есть. На видео с камеры наблюдения видно, как именно ехали автомобили и сам момент столкновения. Звука нет, поэтому еще предстоит разбираться. Двигались патрульные с включенной звуковой сигнализацией или же нет. Галина Шподарева, Олег Мартынюк, агентство телевидения новости. Пожарные патрульные медики. Сегодня харьковские полицейские организовали необычные уроки безопасности для воспитанников Центра социально-психологической реабилитации «Гармония». Как распознать взрывоопасные предметы, оказать первую медицинскую помощь и обезопасить себя на дороге? Сегодня в управлении патрульной полиции провели уроки безопасности для воспитанников Центра социально-психологической реабилитации «Гармония». Посмотрели налево, поставили одну ножку направо, дошли до середины. Оп, следующий. А вы заканчиваете переход. Посмотрели направо, налево, закончили. Помимо патрульных, свои мастер-классы для детей провели спасатели и медики. Детвори не только рассказали основные правила поведения, но и разрешили самим испытать спецсредства пожарных, патрульных и медиков. Организаторы рассказывают, что сегодняшнее мероприятие приурочили ко Дню защиты детей. И основной целью было показать ребятам, как обезопасить себя в различных ситуациях, с которыми они могут столкнуться в повседневной жизни. В основе мы взяли такие напрямки, чтобы информацию, которую мы надаем для деток, она была очень интересной и на самом передаче необходимой в жизни. О том, что эти уроки оказались не только веселыми, но и полезными, говорят и сами дети. Мне интересно было, когда рассказывали именно о деталях, которые можно брать, которые нельзя брать. Было очень много новенького для меня. Надо посмотреть направо и налево, а потом уже идти, если нет машины. А если есть машина? Надо подождать. После уроков безопасности дети поучаствовали в конкурсе рисунков на асфальте, а также получили сладкие подарки. Александра Новоселла, Александр Проценко, агентство телевидения новости. Вы смотрите новости АТН. Далее в нашем выпуске. Человек может подойти в любое удобное время для него, когда стоит палатка, пообщаться непосредственно с нашими специалистами, которые там находятся. Мобильные консультации от специалистов центра занятости. В Харькове появились специальные палатки, в которых можно получить необходимую информацию и помощь в трудоустройстве. Я его попытался вытащить, сделал я это неправильно, потому что никогда не сталкивался с этим. И голова этого самого клеща, паразита, осталась у меня в ноге. Смертельно опасные клещи. Как уберечься от вредоносных паразитов в сезон пикников и чем чреват укус клеща? Главное размеры, видите? Ну, самая крупная находится в американской коллекции, в Национальном музее естественной истории. Они первыми ее и нашли. Более двух тысяч пиявок в одной экспозиции. Харьковский пиолог собрал уникальную коллекцию червей из разных уголков земли. Самый крупный экспонат достигает 35 сантиметров. Подробности через несколько секунд. Услуги центра занятости теперь доступны харьковчанам в различных местах города. Прямо на улице работают мобильные палатки, где желающие могут получить консультацию специалиста по вопросам трудоустройства, подыскать желаемые вакансии и даже составить резюме. Денис Семенов всего месяц как демобилизовался. В зону проведения антитеррористической операции он попал в ходе четвертой волны мобилизации. Был пулеметчиком, успел повоевать под Ясиноватой и Горловкой. Теперь Денис привыкает к мирной жизни и подыскивает работу. По профессии он автослесарь-сварщик. Признается, пока его поиски успехом не увенчались, и он стал задумываться о том, чтобы вернуться в армию. Правда, теперь уже на контрактной основе. Увидел просто плакаты вон висят про армию. Думаю, зайду, посмотрю, что тут, а как тут, а тут на контракт наберут. Несмотря на то, что мобильные пункты начали свою работу лишь две недели назад, уже виден определенный прогресс, уверяют в центре занятости. Консультации в них успели получить полторы тысячи человек, а 175 записались на курсы обучения с последующим трудоустройством. И вот эти выездные мобильные палатки – это как одна из форм более широкого информирования населения. То есть не нужно приходить для того, чтобы узнать эту информацию в центр занятости. Не нужно какого-то официоза. Человек может подойти в любое удобное время для него, когда стоит палатка, пообщаться непосредственно с нашими специалистами, которые там находятся, тут же определиться, что ему нужно, какой вопрос. Здесь можно узнать о наличии вакансии, получить консультацию специалистов по вопросам обучения, переподготовки и повышения квалификации, составить грамотное резюме. Одно из ключевых направлений, по которому мобильные центры активно работают совместно с военным комиссариатом – набор добровольцев в ряды украинской армии на контрактной основе. В обл. военкомате рассказывают, благодаря этому сотрудничеству удалось заинтересовать порядка 200 человек, три десятка из них уже проходят медкомиссию и оформляют документы. Мы даже пошли на то, чтобы в этих палатках поставить девчат наших в військовой форме, чтобы они были прикладом для мужчин, чтобы в наш важкий час девчата в військовой форме выполнять задачи. И я думаю, что это может зацикавить и представителей сильной статии. С помощью такой агитации на мобильных пунктах планируют попытаться привлечь до сотни добровольцев в месяц. Всего же за второй квартал на Харьковщине необходимо набрать более 800 человек. Пока набрали только треть, уточнил Андрей Семенченко. Мобильные пункты работают с 10 утра до 5 вечера в наиболее оживленных местах – на ЮЖД, неподалеку от метро Пролетарская и на автовокзале рядом со станцией метро Холодная гора. Велен Мода, Михаил Воронков, агентство телевидения новости. На майские праздники Даниил вместе с друзьями выбрался на природу в лесопарк отдохнуть и пожарить шашлыки. А на следующий день, собираясь на работу, парень обратил внимание, что в палец его левой ноги впился клещ. После этого я его попытался вытащить. Сделал я это неправильно, потому что никогда не сталкивался с этим. И голова этого самого клеща, паразита, осталась у меня в ноге. Я пошел в государственную поликлинику, где мне посмотрели на меня, сказали, что мне надо помазать йодом. Хотя я прекрасно уже понимал, что йод никакой не поможет, потому что я четко чувствовал, что у меня там что-то сидит там. Ну, нога набухла, точнее нога, а палец. И мне пришлось воспользоваться услугами уже приватной поликлиники. Впрочем, достать кровопийцу по частям – это меньшее из проблем, с которыми могут столкнуться люди после укуса, утверждают медики. Клещи опасны в основном клещевыми инфекциями, которые могут быть как вирусные – это клещевой энцефалит и лихорадки. Микробные – это лаймборелиоз, эрлихиоз, ионоплазмоз и протезойные – бобезиоз человека. Самая опасная из них – болезнь лайма. Без надлежащего лечения она может привести к летальному исходу или инвалидности, объясняет Инна Андрусович. Определить заражение на ранних стадиях человек может при помощи специфических симптомов. Чаще всего он протекает с эритематозной формой и появляется в виде кольцевой эритемы. Чаще всего это как бублик приложили внутри светлое, снаружи светлое, а по кругу красный ободочек, в месте укуса. Появляется он не сразу, ориентировочно через неделю, через дни 15. Иногда может сопровождаться повышением температуры, ломуты в мышцах суставов. По данным ежегодного исследования, проводимого экспертами регионального управления госсанэпидслужбы на территории области, инфицировано до 30% клещей, а это практически каждый четвертый. Это зона лесопарка, зона пятихаток, зона, которая дальше уже к Алексеевке. Это район лесопосадки в районе улицы Деревянка и дальше идет в сторону Дергачей и Алексеевки. Вот там вот наиболее на сегодня высокий уровень инфицированности клещей на протяжении многолетнего мониторинга. Несколько ниже клещи инфицированы в районе саженного яра. Вследствие чего, вероятность заболеть в этом году заметно возросла. Об этом свидетельствует и статистика. Только по официальным данным, с начала года зафиксировано около 500 обращений. Пятерым из них поставлен диагноз – болезнь Лайма. Еще порядка 20 в данный момент проходят обследования. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года был зафиксирован лишь один случай этого заболевания. Сегодня это каждый день дожди, влажность высокая и достаточно прохладный ветер. Клещи активно выходят на охоту. И может, конечно, если встретиться на их пути человек, обязательно на него постараются напасть. Они, находясь на веточках, на травинках, проходя мимо по дорожке, мы цепляем это растение и клещ цепляется на нашу одежду, а затем уже активно начинает перемещаться по одежде, найдя место, где бы ему спрятаться более тонкие участки кожи человека, где ему проще внедриться уже в кожу. Впрочем, атакуют клещи не только людей, но и животных. В ветклиниках говорят, с приходом весны количество четверолапых пациентов заметно увеличилось. Свою любимицу Еву Виктория выгуливает ежедневно. После одной из таких прогулок девушка обнаружила у собаки паразита. Пришли домой, обнаружила клей клеща, сразу же обратилась в клинику, в которой чаще всего мы наблюдаемся, клеща сняли, врач нам помог, спасибо ему большое, и теперь наблюдаем собаку дома. Клещ, укусивший Еву, не был инфицирован. Но чаще бывает наоборот, говорит ветеринар Александр Юнатов. Если у животного внезапно пропал аппетит, появилось чувство усталости, шаткая походка, это может быть симптомами баралиоза. В некоторых случаях удается только внутримышечными инъекциями справиться, но иногда, конечно, это уже и капельницы, причем неоднократные, а несколько дней курс лечения животных проходит. Бывает, владельцы думают, что, может быть, само пройдет. Эти заболевания сопровождаются именно высокой смертностью, поэтому тут именно важно вовремя обратиться. Чтобы уберечься от клещей на прогулку или на пикник, специалисты рекомендуют надевать одежду максимально закрытую, лучше светлых тонов, пользоваться специальными спреями, а собаководам использовать инсектицидные ошейники и капли. Виллиан Мода, Олег Мартынюк, агентство телевидения Новости. Харьковчанин Андрей Утевский – обладатель необычной коллекции. Он собирает пиявок. В его коллекции более 2000 экспонатов. Все они хранятся на кафедре зоологии и экологии животных биологического факультета университета имени Каразина. В собрании Утевского есть гигантская пиявка длиною 35 сантиметров. Ее нашли в море Росса коллеги из Новой Зеландии. Морской биолог Андрей Утевский извлекает пиявку гиганта из обычной морозильной камеры, где она хранится вместе с другими видами пиявок. Для сравнения, длина медицинской пиявки в 6 раз меньше этого экземпляра, говорит ученый. Главное размеры, видите. Самая крупная находится в американской коллекции Национального музея естественной истории. Они первыми ее и нашли. У них был один экземпляр и зафиксировали на него формалине. Вот как-то они, видимо, не сориентировались. А вот эти экземпляры мне передал сотрудник музея Антарктики университета Генуи Стефана Чапарелли. Паразита из Полина, который, возможно, пил кровь еще у динозавров, нашли в Антарктике. Его коллеги новозеландцы, рассказывает Утевский. Они же и передали гиганта харьковчанину для изучения. В холодильнике Утевского пиявка пролежала 5 лет. За это время биолог выделил ее ДНК, провел огромное количество исследований. Но еще далеко не все, признается ученый. Стояние внутренних органов у нее изучить. Мы еще будем пытаться ее вскрыть. Ну, частично мы ее вскрыли. С брюшной стороны мы ее вскрыли. Во время экспедиции в Антарктике сам Утевский 25 раз опускался на глубину до 55 метров. Во время одного из таких погружений он обнаружил пиявку, которая в дальнейшем может получить его имя, как первооткрывателя. Это вот еще неизвестный пока науки. Мне он известен, науки нет. Вот тоже новый вид из Антарктики, тоже с глубины порядка 500 метров. Вот сейчас мы отправили материал на генетический анализ. Вот и ждем результаты. Сейчас формируется новая украинская антарктическая экспедиция, в состав которой рассчитывает войти и Андрей Утевский. Тогда уже в ноябре этого года снова будет погружаться в ледяные воды океана в поисках новых видов животных. Наталья Белокудри, Андрей Домову, агентство телевидения новости. И о погоде. Не обойдут грозы Украину и на этой неделе. Кратковременные осадки ожидаются на территории всей страны. При этом синоптики обещают достаточно теплую погоду. Так, ночью ожидается от 7 до 13 градусов тепла, днем воздух прогреется до 23 со знаком «плюс». Дожди с грозами и даже градом ожидаются и в Харькове. При этом температура с каждым днем будет повышаться. Во вторник, 24 мая, ночью столбики термометров покажут 8-10 градусов тепла, днем до 23 со знаком «плюс». В среду, 25 мая, ночью до плюс 13, днем столбики термометров поднимутся до 27 со знаком «плюс». В четверг ночью температура прибавится еще на несколько градусов, дневная температура останется без изменений. А в пятницу ночью уже ожидается до плюс 15, днем воздух прогреется до 28 градусов тепла. На этом наш выпуск завершен. Больше новостей на нашем сайте atn.ua. В студии работала Мария Борсенкова. Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова